3 мая, пятница. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко. На Белсате в студии для вас работает Алла Перумова. Здравствуйте. Украина сможет бить по целям внутри России с помощью британского оружия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании и бывший премьер-министр страны Давид Кемерон во время визита в Киев. Также он пообещал Украине почти 4 миллиарда долларов ежегодной военной помощи. Ранее министр иностранных дел Латвии заявила, что Украина уже получила оружие от западных союзников без каких-либо ограничений, то есть с разрешением бить им по российским целям. Кто именно передал это вооружение, премьер не уточнила, но посоветовала и другим странам последовать этому примеру. А в городе Шебекино, расположенном недалеко от украинской границы, этим утром загорелся резервуар для хранения газа. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что взрыв случился из-за атаки украинских БПЛА. ВСУ эту информацию не комментировали. В сети публикуют кадры, на которых, как утверждается, запечатлен пожар. Всего же этой ночью российское ПВО уничтожило пять беспилотников над Белгородской областью и еще один над оккупированным Крымом. Об этом заявляет Минобороны России. ВСУ атаку не комментировали. Появились подробности о взрыве на Керченском мосту в 2022 году. Газета «Коммерсант», ссылаясь на результаты экспертизы, утверждает, что мост взорвали ракетным топливом. Российский следственный комитет обвиняет в этом службу безопасности Украины. Согласно выводам экспертов, твердое ракетное топливо и детонатор были упакованы в рулоны пленки, предположительно, на территории Украины. Затем этот груз был отправлен в болгарский город Руссе на Дунае, далее в грузинский Поти и оттуда в Ереван, где якобы подменили часть документов. Детонатором, по данным экспертизы, послужило маленькое взрывное устройство, которое сработало от сигнала GPS-навигатора в заданной точке маршрута грузовика, который вез этот груз. Взрыв разрушил два пролета автомобильной части Керченского моста и поджег цистерны в поезде, который оказался рядом на железнодорожной части переправы. В Следственном комитете России объявили соучастниками операции восьмерых граждан России, Украины и Армении. Кроме того, несколько человек, включая главу СБУ Василя Малюка, российские власти обвинили и арестовали заочно. Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, который тесно связан с Чивако-Вагнер. Аналитики Американского института изучения войны считают, что российский президент специально провел встречу с соратником Евгения Пригожина, чтобы наказать министра обороны Сергея Шойгу за неудачи на фронте. Выступление Дюмина, по словам экспертов, выглядело как попытка завоевать расположение Путина после неудавшегося мятежа Чивако-Вагнер. Дюмин в прошлом не один раз становился на сторону Пригожина во многих вопросах. Он также критиковал Шойгу за провалы российской армии. Аналитики предполагают, что Путин, вероятно, намеренно обнародовал свою встречу с Дюминым. Предысторией к этому стал громкий арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля. Также 7 мая у Путина инаугурация. Российский президент якобы специально встретился с Дюминым в период между этими датами, чтобы наказать возглавляемое Шойгу Министерство обороны. Российские военные вошли на территорию американской авиабазы в Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного служащего Министерства обороны США. Министр обороны Ллойд Остин отметил, что россияне находятся на отдельном комплексе. Следить за этим. Но сейчас я не вижу здесь серьезной проблемы с точки зрения защиты наших сил. Вход российских войск на американские базы — это следствие военного переворота в Нигерии. В его результате власть в стране захватила военная хунта. Она сразу же потребовала от Вашингтона вывести из Нигера военный контингент почти в тысячу человек. США согласились. На данный момент идет разработка плана по выводу войск из страны. Группа неизвестных людей напала на протестующих в Грузии в ночь на 3 мая. Нападавшими были около 20 мужчин крепкого телосложения. Они подъехали к месту, где шла толпа протестующих и стали выборочно избивать людей. По данным телеканала Первели, пострадало не менее пяти человек. Акция протеста в Тбилиси проходила до поздней ночи со 2 на 3 мая. Изначально протестующие заняли площадь героев, чем фактически парализовали движение транспорта в грузинской столице. Несмотря на сильный ливень, собравшиеся пели песни и водили хороводы. После толпа отправилась к зданию парламента Грузии. Протестующие также объявили бессрочную акцию неповиновения. Они требуют освободить всех ранее задержанных, наказать всех сотрудников МВД, причастных к разгонам и насилию на акциях протеста и отозвать закон об иностранном влиянии. Протестующие в столице Ирландии просят бойкотировать конкурс Евровидения из-за участия в нем Израиля. Они считают, что выступления израильской певицы в этом году нормализуют военные действия Израиля в секторе Газа. Я считаю, что Израиль не должен участвовать в Евровидении по той же причине, по которой Россия и Беларусь не участвуют в нем. Организаторы Евровидения говорят, что они не политические, а отстаивают ценности демократии, солидарности и единства. И я считаю, что они должны применить эти же ценности к народу Палестины, не допустив к участию Израиля. Ранее отстранить Израиль от конкурса в этом году призывали музыканты из Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции. Причина в войне Израиля с Хамас в секторе Газа. Музыканты напоминают, что Россию исключили из конкурса за нападение на Украину. Европейский вещательный союз объясняет, что война в Украине и война в Газе. Это очень разные ситуации, и отстранять Израиль они не будут. В то же время они допустили Израиль к музыкальному конкурсу Евровидения только с третьего раза. В первоначальной версии песни союз усмотрел политическую составляющую. Слова песни в итоге были изменены. 68-й по счету конкурс Евровидения пройдет в шведском Мальме. Финал состоится в субботу, 11 мая полуфиналы, 7 и 9 мая. По меньшей мере, 29 человек погибли и 60 пропали без вести из-за наводнения в Бразилии. Стихийное бедствие вызвано проливными дождями, которые не прекращаются с начала недели. Пострадало более 150 населенных пунктов и более 70 тысяч человек. К сожалению, это будет самая большая катастрофа, с которой когда-либо сталкивалось наше государство. Вода поднялась очень высоко. Мы уже знаем, что живем в затопленном регионе, но в этот раз она практически дошла до шоссе. Местные СМИ пишут, что уже 10 тысяч человек остались без крыши над головой. Поисково-спасательные работы ведутся с суши, моря и воздуха. В связи с масштабом бедствия в штате объявлена чрезвычайная ситуация на 180 дней. Идут работы по эвакуации жителей из зоны бедствия. Туры на орбиту Земли, МКС, Луну и Марс. Компания Илона Маска SpaceX открыла бронирование мест для полетов в космос. Такая информация появилась на сайте компании. Миссии будут проводить на ракетах Dragon и Starship. Длительность полетов варьируется от 3 до 6 дней в зависимости от выбранного маршрута. Цены на полеты пока не объявлены. Ожидается, что в стоимость также будет включено изготовление индивидуального костюма для каждого путешественника. В первое космическое путешествие туристы смогут отправиться уже в этом году на орбиту Земли. Со следующего года планируются полеты на Международную космическую станцию. А в более отдаленном будущем компания намерена осуществлять полеты на Луну и Марс. Семилетняя гимнастка, потерявшая ногу из-за российского обстрела, выступила на Венском балу в Киеве. Саша Паскаль серьезно пострадала в результате удара по Одесской области в мае 2022 года. Девочку спасли из-под завала. В две недели она пролежала в реанимации с многочисленными травмами. После ампутации ноги и длительной реабилитации Саша продолжила заниматься художественной гимнастикой. Добавлю, что на Венском балу в Киеве традиционно собирают средства для благотворительных детских проектов. Это были все новости к этому часу. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите в вечернем выпуске. Вот так. Я же на этом прощаюсь с вами. Увидимся в следующих выпусках.